Всем привет! И сегодня я подготовил для вас топ из 10 лучших электросамокатов на 2020 год. Вы на канале Пандорум и мы начинаем! Десятую позицию занимает Cactus CSE Scooter X1. Конструкция устройства складная, рама полностью выполненная из алюминиевого сплава. Дека покрыта противоскользящим резиновым ковриком. Колеса надувные с обычными автомобильными ниппелями. Даже давление в шинах производитель рекомендует поддерживать автомобильное. Высота руля и его вынос не регулируются, но для человека среднего роста руль расположен весьма удобно. Двигатель мощностью 250 Вт. Установлен в переднем колесе и способен разогнать самокат с водителем массой 75 кг до 24 км в час. Это согласно паспортным данным. Но по факту чуть более тяжелый водитель, около 90 кг, смог зафиксировать более 30 км в час. Масса устройства 12,5 кг, что достаточно много, но благодаря складной раме с фиксацией в сложенном положении переносить самокат несложно. Если говорить в целом, это отличный самокат за свою стоимость. Девятую позицию занимает Minimotors Maxpeed Mini 4. Электросамокат Maxpeed это отличная модель, разработанная для езды по городу. Все в этом самокате сделано так, чтобы его удобно было использовать в условиях городской среды. Во-первых, Maxpeed компактный, особенно в сложенном виде. Размеры небольшие, так как колеса диаметром 8 дюймов. Ширина руля 55,5 см. Рукоятки руля можно сложить. Длина самоката 110 см. Ширина деки 18,5 см. Длина 64 см. Его крайне легко транспортировать. Можно брать с собой в метро или автобус. Класть при необходимости в багажник автомобиля. А хранить его можно даже дома в шкафу. Складывается самокат очень легко. Нужно ногой нажать на рычаг, расположенный внизу рулевой стойки над декой. И одновременно с нажатием оттолкнуть от себя руль. После этого рулевую стойку можно сложить к деке. Этот процесс занимает всего несколько минут. Для еще большей компактности можно также сложить рукоятки руля. А рулевую стойку установить на минимальную высоту. У рулевой стойки можно менять высоту, выдвигая до 107 см от деки. Это сделано для того, чтобы на электросамокате могли ездить люди разного роста. А также, чтобы было удобно ездить и стоя, и сидя на сиденье. Восьмое место занимает Hyper Triumph. Не самый дешевый электросамокат от британской компании китайского происхождения. Данная модель является вершиной модельного ряда компаний. И не зря. Например, в конструкции здесь много алюминия, что позволило получить вес в 12 кг. При максимальной скорости в 25 км в час самокат умеет хорошо тормозить. Здесь используется антиблокировочная система, которая не позволит потерять контроль над самокатом при интенсивном замедлении. Комфорта добавляет яркая фара и бортовой компьютер. Максимальный пробег, как и у многих конкурентов, в характеристиках несколько завышен. Вместо 30 км самокат способен проехать 20. Сборка тоже может разочаровать. Скрипы рулевой колонки и тормозов будут преследовать вас повсеместно. Но если вы будете должным образом ухаживать за самокатом, то думаю, проблемы у вас с этим возникнуть не должно. Седьмую позицию занимает Airwheel Z5. Этот электросамокат предлагает достаточно необычное расположение ездока. Ступни здесь стоят не друг за другом, а располагаются параллельно. На специальной площадке, например, как это сделано на моноколесах. Сделано это ради лучшей устойчивости. Переднее колесо имеет амортизатор и при нажатии на тормоз электродвигатель отключается, что позволяет экономить заряд. Батарея Airwheel Z5, несмотря на характеристики, может обеспечить лишь 15 км пробега. Максимальная скорость на самокате ограничена 24 км в час. У электросамоката есть даже отдельный USB-порт, с помощью которого можно подзаряжать другую технику. В недостатке Airwheel Z5 стоит отнести его сборку. Встречаются экземпляры с разболтанными ручками руля и рулевой колонкой. А вот некоторым покупателям вообще повезло, особенно ведь у них лопнула рама самоката. Но если говорить по правде, в реалиях 2020 года такие проблемы появляются у многих самокатов. И шестую позицию топа забирает Helston RS02. Электросамокат RS02 имеет прочную алюминиевую раму, способную выдержать до 150 кг. Благодаря системе складывания самокат не занимает много места при хранении и его удобно возить с собой в общественном транспорте. Бескамерные 10-дюймовые колеса обеспечивают комфортную езду и преодоление бордюров и лежащих полицейских. Самокат получил мотор-колесо мощностью 1200 Вт, позволяющий развить скорость до 50 км в час. Аккумулятор емкостью 24000 мАч позволяет проезжать до 60 км от одного заряда. Помимо этого предусмотрена возможность заряжать самокат одновременно от двух блоков питания, что конечно же сокращает время зарядки. Helston RS02 имеет три скоростных режима и функцию круиз-контроля. Вся необходимая информация, скорость, пройденное расстояние, оставшийся заряд и пробег отображаются на экране бортового компьютера. И вторую половину нашего топа открывает QG-Booster. Любители кататься в компании и на больших скоростях по достоинству оценят электрический самокат QG-Booster. Эта модель имеет два мотор-колеса, каждый из которых мощностью по 1200 Вт, что позволяет развивать скорость аж до 60 км в час. На этом самокате предусмотрено три режима езды. По умолчанию QG-Booster использует заднее мотор-колесо. При необходимости и для более быстрой езды можно переключиться в режим полного привода, а также в эко-режим. Батарея емкостью на 23 000 мАч позволяет с легкостью преодолеть до 70 км на одном заряде. А широкая дека обеспечивает устойчивое положение ног и позволяет кататься вдвоем. Но если, конечно, суммарный вес не превышает 150 кг. Из других особенностей QG-Booster стоит отметить внедорожные покрышки. Информативный дисплей, сигнализацию, съемное мягкое сидение и двойную тормозную систему. И да, кстати, по отзывам у этого электросамоката все просто великолепно. Четвертую позицию топа забирает QG-M2. Электрический самокат QG-M2 благодаря своим компактным размерам и весу в 19 кг в сложенном состоянии и без труда помещается в багажник автомобиля или дома в шкафу. Кроме того, он не займет много места в общественном транспорте. QG-M2 оснащен мощным мотор-колесом, позволяющим развивать скорость до 35 км в час и аккумулятором емкостью на 8000 мАч, что позволяет преодолевать до 30 км пути на одном заряде. M2 оснащен двумя арматизаторами на каждом колесе, что способны плавной езде и позволяет преодолевать любой бордюр или другие возвышенности. Помимо этого, конструкция электросамоката присматривает съемное мягкое сидение для комфортных поездок на большие расстояния и регулируемую рулевую стойку, позволяющую пользоваться QG-M2 как взрослым, так и детям. И бронзу нашего топа забирает Ninebot Kick Scooter Max. Электрический самокат Ninebot Kick Scooter Max имеет влагозащиту основных узлов по стандарту IPX7 и раму повышенной прочности. Он может преодолевать подъемы под углом 20 градусов и имеет аккумулятор большой емкости, что позволяет проехать на одном заряде до 65 км. Предусмотрено 4 режима езды для адаптации к любым ситуациям. От самого медленного 15 км в час для новичков до спортивного 25 км в час для опытных райдеров. Самокат имеет просторную платформу для ног с прорезиненной поверхностью для дополнительной безопасности. 10-дюймовые бескамерные шины самоката обеспечивают дополнительную амортизацию для комфортной езды. Помимо этого, Ninebot Kick Scooter Max оснащен приборной панелью, на которой можно выбрать режим езды, включить усилитель мощности, а также получать сигналы о необходимости обслуживания или проверить уровень Bluetooth соединения. По оценкам и отзывам у Ninebot просто все великолепно. Серебро нашего топа забирает QGS3. QGS3 это электрический самокат, оснащенный двойной системой амортизации, что способствует плавной поездке и помогает без труда преодолевать небольшие возвышенности. 8-дюймовые колеса и 8-сантиметровый клиренс также способствуют передвижению по любым неровностям, чередующемуся асфальту и бездорожью. Выграя небольшим размером и весу около 12 кг, QGS3 в сложенном виде легко помещается в сумку или багажник, а также его без проблем можно возить в общественном транспорте. Регулируемая рулевая стойка практична в использовании, она позволит ездить как маленьким детям, так и взрослым весом до 100 кг. QGS3 оснащен информативным дисплеем, на котором отображается скорость, заряд и преодоленное расстояние. Максимальная скорость электросамоката составляет 30 км в час, а емкость аккумулятора 6000 мАч, что позволяет проехать до 30 км без подзарядки. Кроме того, предусмотрена возможность сделать дополнительную гидроизоляцию, что позволит использовать QGS3 в дождливую погоду. Из золота нашего топа с уверенностью забирает Xiaomi Mijia M365 электроскутер. M365 представитель премиум класса от китайской Apple. Отличный электросамокат за свои 22 тысячи рублей. Изготовлен он из алюминия, а не из стали, как предыдущие модели. Цветовые варианты на выбор. Модель оснащена яркой фарой, которая светит примерно метров на 6. Есть двухуровневая тормозная система, обеспечивающая практически мгновенное торможение на мокром асфальте. Максимальный пробег около 30 км. Складная рама единственная, что немного смущает, зато удобно. Шины отличаются износостойкой и поверхностью, которая устойчива к трению и способствует стабильному разгону. Самокат имеет стандарт влагозащиты IP54, который допускает катание по лужам и снежному покрову. Помимо этого, Xiaomi Scooter M365 оснащен панелью с индикаторами. А узнать подробную информацию о заряде, скорости и пройденном расстоянии можно через специальное приложение в своем смартфоне. Xiaomi попала в цель. Компания смогла сделать актуальный, современный, востребованный рынком электросамокат. Самокат внешний и на ходу не уступает конкурентам, при этом стоит дешевле и в нем минимальное количество механических узлов. Он не требует сложного технического обслуживания. Здесь только складной механизм, ненагруженные части самоката и дисковой тормоз. С таким подходом светлое будущее и всенародная любовь самокату обеспечены. Ну а ссылки на все электросамокаты я оставлю в описании к этому видео. Вы же в свою очередь обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Всем удачи, еще услышимся!